Мои имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Пятая книга Торы. Торозаконие 23.18. Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога Твоего. Ни по какому обету. Ибо то и другое есть мерзость перед Господом Богом Твоим. А то говорят так. Деньги не пахнут. Оказывается, очень сильно пахнут. Я вот на работе работал. В университетах вел занятия одновременно в нескольких. И люди узнали, что я имею нужду. Кое-что издавал в газетном виде. И приходит человек, и я вот решил, а кто вы такой? Ну, ходил на занятия ваши, вижу, вы нуждаетесь. А я разбогател внезапно. Я деньги принес вам. Вот если бы я это не знал, я бы взял. Он ничему не обязывает. Отдал, расстались и все. Я говорю, а как ты? Да у меня несколько магазинов в Арнавуле. А что ты продаешь там? Ну, это книжная продукция. А что в книгах? И оказалось, то, что запрещено даже. Секс-индустрия. Я говорю, не могу никак взять. А какая разница? Вот теперь слушай. Вот какие мы счастливые, что у нас есть Святая Библия. И она показывает нам. Я занимался долго собаками. Ученые собаки. В уголовном розыске. Ну, по высшей шкале. А все деньги стоят. И оказалось, собака самое высокоразвитое животное, которое известное человеку. Примерно только лошадь еще на этом уровне идет. Лошадь можно. Кошка зайдет, ничего не будет. Собака зайдет, вот сюда вот. Уже освещать батюшка будет. Я по сей день не знаю. Бог сотворил и хорошо, и весьма хорошо. Но это в канонах сказано. Именно цена. Я как раз сегодня хочу остановить внимание, кто будет слушать это, быть очень внимательными. Не просто так. Это где-то что-то, там можно. А к Богу, если мы связь имеем через молитву, надо быть очень осторожными. Иначе это не просто так будет, а смертельно опасно оказывается. И назван особым словом этот грех. Когда человек дает деньги за что-то. Вот в архиепископы. Сначала епископы, потом архиепископы. Ну, случилось человеку как неладное что-то. Когда стали перебирать, там уже написано. Чемодан и денег, чтобы меня рукоположили. Но священца, когда они принимают, он не подходит. У него неправильно. Неоднократно женился после свадьбы, после крещения. И однако люди идут на это. Этот грех называется симония. И каноны избергают. И сана, кто получил, он много лет священник, может патриарх, если так это будет дознано, его сразу в этот же момент даже убрать. Иди гуляй на стройках народного хозяйства. Видите, как важно, чтобы нам Господь открыл глаза сегодня на Мамонну. Какую роль играет в нашей жизни. Я могу определенно сказать, что деньги за это берут. Вот когда нужно было, мы к русской православной зарубежной церкви относимся, и там был момент такой, когда стали избирать кандидатуры. Кто-то против, аксиос, а кто анаксиос. Если кто-то во время рукоположения крикнул, а анаксиос, дожди прекратить рукополагать. Ты что имеешь против? А здесь так, братья узнали про него, а его все равно рукоположили. Нельзя этого делать. И как-то голосуют. И когда избрали кандидатуру нашего батюшка отца Акима, все 100%, кто были, проголосовали, чтобы его поставить. А он не соглашается. Приехал наш епископ, я его провожал, он меня все уговаривал, чтобы я повлиял на брата, чтобы он принял сам епископ. Это не его. Не надо это делать. Ну и кое-как по-хорошему разошлись. Мы должны быть очень внимательны, чтобы сюда враг рогами своими не ткнул. И тогда мы останемся ни с чем. Видите как? Не приноси. Мерзость перед Богом. Не просто нельзя, а отвратительно нельзя. Теперь я интересуюсь, а какой породы собак или вообще собаки? Или к собачьим породам относятся волк там и дальше? Если кошка, это и рысь там, пантера там, что-то такое относится. Что относятся, не знаю. В это время, видимо, там таких зверей не было и не указано было. Вот только так. Но что это расширенное, мы можем смотреть, это однозначно. Если, допустим, кто-то говорит, ну вот я там-то был, там на охотах, там постреляли тигров и львов, в церковь, нет, нет. Не знаем, но это очень близко к тому, как бы нам не попасться сюда. Это цена блудницы. А что это означает? А что это деньги стоит? А как же? Стоит. И деньги большие. Специальные были отделения у немцев во время войны, что которые нанимались на это дело, они выезжали на передовую, и там платили за них деньги, офицеры имели общение, разводились. Ну, воевать надо. Ну и вот такая история. Вот сейчас несколько мест в Писании, когда мы посмотрим, как хитро Сатана сделал. На молитву все ударил. А молитва – это связь с Богом. Вы знаете, вот посылали в Иерусалим, и деньги платили, напоминания там сколько, год, два, и на вечное поминание. Ну, конечно, и деньги другие совершенно. За деньги не молятся. Этого нету нигде в Библии. Это невозможно, потому что за деньги кто-то может молиться, имеет связь с Богом. Это обман. Мамона уже вмешался. А как? Павел говорит, хорошо, молились за меня, чтобы я был освобожден. Он денег как будто платил? Нет, конечно. По любви. Вот мы узнаем, кто там у нас, содружество такое, которое в интернете, и узнаем, кто болеет. Мы все устремляемся оттуда. Кто-то поехал на дорогу. Никто нигде ни одной копейки не платит. А что деньги платят? Я просто считал эти чеки, которые были до революции еще. Они перешли сюда, и кто давал деньги, за кого молиться, никого живых уже нету. Поминают или нет, написано вечное поминовение. Так, притча Соломона, 26-17. Мы сейчас несколько моментов возьмем, посмотрим, что под этими словами кроется. Иногда бывает, одна буква решает участь человека. Одна. Был Авраам. Это означает странник. По-нашему сказать, бесквартирный бомж. А когда Бог говорит Авраам, одна буква. Отец множество. Сара была. Одну букву подставили, сразу другое все выглядит. О, и она. Одна буква. А это совершенно разное. Мы должны быть очень аккуратны, зная, что такое имя. Означает иногда в имени Господь заключает это. У меня есть материалы. Хроника церковная Московского патриархата, где слово во время заседаний, конгрессов, все там было. Патриарх Алексей Второй Ридигер говорит. Страшно подумать. Деньги берут даже за крещение. В чем не знал это или что. Мало того, берут за другие таинства. Это самая настоящая симония. А дальше и говорит. Я говорил об этом. Прошло три года, и никто не реагирует на это. Примерно 98% смещенников меня не слышат. Это все напечатано в церковном журнале. Я здесь у них брал. И все перепечатал себе. Это опасное состояние, когда мамону захватывает человек. Он уже не понимает, что делает. Притча 26.17. Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобою и не возненавидел тебя. Так. Возвратимся снова к второзаконию. С 18 до 22 стиха. Мы одно другим будем сейчас поддерживать. Так. 18 стих до 22. 23. Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего. Ни по какому обету. Ни по какому обету. А я обет дал. Пропал обет. Нет. Ни по какому. Ибо то и другое есть мерзость перед Господом Богом твоим. Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего либо другого, что можно отдавать в рост. В рост с процентами где-то. Это говорится об евреям. Нельзя делать этого. Иноземцу отдавай в рост. То есть в росте можно. Под проценты. Вот ипотека сколько. Я когда узнал, там в Ливане у них, даже не верится в это. Если он банкир и один процент взял, он может получить выговор, смертная казнь. Это мусульмане. У нас это ничего нету. Сколько будет, когда разлился Амур, и люди-то брали деньги, а теперь развелось, работать нельзя. А насчисляют, обратились к президенту, чтобы как-то приостановили это. Где же брать деньги-то? Вы с ними договариваетесь, вот так теперь и решайте. Ну несчастный случай произошел. Прорвало банок, какие-то там балки, там теперь залило. Человек не работает, а проценты идут высчитать его. А это им дается. А как с нами обращаться? А брату твоему не отдавай в рост. Еврею. Евреи еврею не имеют права. Чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ей. Это Бог дал. Надо с этим согласиться. Я не против, ни к чему не призываю. Просто знайте, нигде не берите ничего в долг. Нет у своих родных, близких, у кого что есть, мы можем собраться. Нам удивительные вещи, Господь показывает сегодня. Мы как нуждались, переиздание трехтомника Нового Завета. И сколько? Вообще ничего нет. И ждали. Внезапно совершенно незнакомые люди с другой страны делают пересчет, но ни одна копейка никуда не прилипла. И далее. Первое Коринфян 10.8. Вот так. Первое Коринфян 10.8. Мы постепенно найдем эту дорожку к правильному разумению Слово Божьих. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. И в один день погибло их 23 тысячи. Оказывается, это не просто за деньги где-то, а блудодействие, ну как было. Народ терпит поражение. Почему? Господь сказал, не поминайте этих божеств, которые чужие народы, они вас будут желать погубить. Ну так они молятся. А в это время княжеский сын заводит от той среды, куда они шли, евреи, тоже княгиню. И только один священник встал с молитвы, взял копье и зашел. И одним ударом обоих пригвоздил к земле. И Господь сразу же сказал, священство от этого поколения не отнимется никогда. Понятно, что Бог ревнует. Только был объявлен закон в субботу не работать. Вот здесь мы считаем в Библии. Это закон и Бог дает, не человек. Почему? Бог закончил творение и почивает. Это суббота была. Радуйтесь божественной субботе. А суббота будет указывать на воскресенье. Нас Господь освободил от этого рабства. И когда мы считаем об этом, первый раз. Вот я бы был там, я бы легко нарушил это. Как вчера собирал, а сегодня нельзя. Нельзя. В пятницу манну, которую Бог дал, на два дня берите. А дальше черви появятся. То есть все это было у Бога сделано. Откуда черви-то взялись в пустыне, когда жара такая? Слушаю внимательно. И здесь, если Господь сказал, он пошел собирать там какие-то сучки. И я понимаю, надо, самовара не было. И сразу арестовали. Я представляю его состояние. Вот утром, что ж теперь, как они, холодное там ели. Он еще вчерашним днем живет. А уже все, приговор есть. И когда собрался, сколько народ шумят. И вывели его. Да твои вот эти вот сучки собрал, да. Ты знаешь, что суббота знал? Смертная казнь. И мало того, этот приговор касался семьи. Жена, дети, скотина. Все должно быть убито, стерто с лица земли. Когда считаешь, ты разведешь. Да закон сегодня любому юристу скажи справедливо. Да какой же справедливо-то? Тут и не пахнет этим. Это рассуждение человеческое. У Бога совершенно другая шкала. Нам трудно туда перейти. Но когда мы это знаем, мы тогда уже все. Никогда туда больше даже не посмотрим. Дальше. Второй писал Никитин. Писал Никитин, 3,8. Апостол Павелк пишет. Писал Никитин, 3,8. Второй писал Никитин, 3,8. Вот он закладывал. Ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работают ночью день, чтобы не обременить кого из вас. Вот как апостол Павелк пишет. Мы знаем его по посланиям. Он говорит, работали руками и находил, кто вместе с ним такой же палатки. Непонятно, то ли они ткали это, то ли сшивали готовые. Ну, палатки готовили. А палатки нужны были. Рыбаки уезжают, когда непогода захватят. На сегодняшний день считаем мы Деяние 8, Деяние апостола Луки, Деяние 8, 14, до 28. 14? Да, 8 глава, с 14 по 28. 8 глава. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Смотрите, что ни денег, ничего нету, и Дух Святой. Пошли. Ибо он не сходил еще ни от одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же увидел, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, дайте мне власию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Но Петр сказал ему, серебро твое добудет погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. А сегодня даже дар Божий – это связь как-то. Платят деньги сегодня, я знаю, организации на этом деньги зарабатывают. Речь идет о... под миллиарды снимают, даже не миллионы. А почему люди платят? Если платят, допустим, тысячи, а полтора миллиона кандидатов, которые хотели бы получить связь с Богом, сегодня в настоящий день это работает. Считаем дальше. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Вот, представляете, он дома собрал деньги, там, зарабатывал, принес, и теперь смотрит он, не хищник какой-то, человек, который такой же дар хочет. Вы тогда уедете, а я на кого-то буду, а там уже мужа будет его брать где-то. Ну, они его сразу разгадали. Что дальше идет? Итак, покайся всем грехе твоем и молись Богу. Может быть, отпустит тебе полностью сердце твоего. Так, что отпущает, Бог знает Петр. Ему Бог отречение даже. А вот за это, не знаю, может быть, отпустит. То есть это впервые были встречены, и церковь поставила симония. Непрочтимый грех. Извергается, кто рукополагал, вот как взятка бывает, кто-то посредник договаривался. Вот показывают сейчас, арестовывают человека, и кто между ними был. Сейчас не очень-то. А раньше было до 15 лет всем, кто давал, кому давал, и кто связь эту имел, передавал деньги. Ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды. Симон же сказал в ответ, помолитесь и вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто, и сказанное вами. Молились они за него? Нигде не обязательно. Почему? Здесь уже замешано. Мамона, и разговор окончен. Помолитесь за меня. Деньги-то у него в руках, и не получится. Богу нужно сердце чистое. Желание приблизиться. Будьте святы, как я свят, говорит Господь. И еще. Еремея 48.10. Это наизусть надо вот о Еремею. Сейчас это употребляю, когда спрашивают на Украине, почему вот это, как вы на это смотрите. Одним ответом. 48.10. Я написал заголовки. Нельзя молиться даже о мире, где это делается. А почему? Все заразили здесь. Это оттуда. Крещения полного нету. Оттуда приехали. Все, и у себя так. И то, что сейчас разговариваешь, когда со священником, ни под каким видом не хотят крестить. Ладошкой мокрый. Все. Крещения нет. Крещение погружение. На всех языках одинаково звучит. Нас ждет впереди не царство небесное, если бы не понимаем. А сейчас спрашивают, а можно ли докрестить. Никак не докрестить, такого слова нету. Не было крещения. Сегодня стало легче беседовать, потому что на эту тему большие материалы выставил архиепископ Лука Вольно-Осценевский. Крымский. И который он встречал с священником и так делает, он сразу их запрещал. Не санцем, а запрещал. И опять, опять послания новые пишут. Однако, сегодня его даже в внимание не берут. Вот мы в новом издании, киснем православии, его послания там все эти стройки такие взяли. «И проклят, то меч Господень удержит от этого меч». То есть Бог наказывает, там или война будет, или что-то. Молиться нельзя о том, что Господи, вот так да будет. Никак. Только скажи, Твоя воля Божия да будет. Чтобы дети, может, невинные погибают. Не было этого. А остальное никак. Даже о мире нельзя молиться. Это меч молит и удержит. Господи, пусть там не будет такого-то. Не получится. Один стих такой заставляет задуматься. Матфея 6, 24. Переходим в Новый Завет. «Никто не может служить двум господам, ибо ли одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другого не родить». А о чем говорит он? «Не можете служить Богу и мамоне». «Вот так. Не можете. А сегодня это спокойно, можно. И даже не спрашивают. То есть деньги занимают главенствующую почти роль. Если не знаете, зайдите в любой собор здесь. За имя, за каждое. Сколько имен ты записал поминальник-то? Сцена. Я-то с этим меньше связан. Батюшка рассказывает. Вот хоронят они. Допустим, человек ни разу не был. Он крещеный, цыганский барон умер. Священник спрашивает. «Встрещать, когда с гробом идете?» Батюшка, обязательно. «В два раза дороже. А теперь хор. Обязательно хор. В восемь раз дороже. Да им какая разница? Нам наворожили, наворовали. И дальше договорятся, как провожать будет. И когда уже батюшке надо идти на кладбище, увезем батюшку, чтобы так. Мы уже все сделали, ему туда телевизор поставим. Забота такая. Это про нас, православных. Вы зайдите у баптистов, у кого там даже никто не подойдет с этим, как у нас нищие-то никого нету. Почему? А чего же будет-то? Мы сначала узнаем, пригласим, поговорим. Евреев 10, 28. Так, попутно Луки еще прочитай тогда. Евангелие от Луки 16, 13. Вот оно. Евангелист Лука сам не ходил. Но он слышал, по тщательным исследованиям, что он говорит. Никакой слуга не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Богу и мамоне. Торговлю Господь выбрасывал. Он никого не бил, а торгашей бил. И притом дважды. Вначале он сказал, дом мой дом, молитвенный еще. Это мой дом. А вы сделали его домом торговли. Торговая точка. А уже на последние недели он выгнал, говорит, сделали вертепом разбойников. И которые продают, а то разбойники сидят. Я однажды только встретился в Москве с людьми. И говорит, а у нас батюшка все-таки поверил. И что, разбили этот. Что продает там и все. Вытащили во двор и сожгли. Это старый враг присосался к нам. А как? Десятина. У нас почему с тарелкой не ходят? Ничего нет. Десятина все покрывает. Десятина установлена Богом. А торговля мамона. Это у греков был такой бог Меркурий. У него крылышки на ногах. Бог торговли. Чтобы он летал быстро, везде. И вот только подойдешь. Я тут сфотографировал один раз. Они сразу закрывают ценники, не дают фотографировать. А я предварительно подошел к митрополиту. Владыка, поснимайте. Снимайте, снимайте. Я говорю, Владыка разрешил. Они тогда отступились. Это как от Бога. Теперь сохранилось у нас все это. И при том продают там вещи, которые совершенно не относятся к тому. Но главное за крещение. И вот крещение сразу спрашивает. Квиток есть? Есть. Ну, становитесь. Я с одним беседовал. А он директор. Издатель Сталтайская правда. Приехал, говорит, крестить внука. А тогда один покровский собор. А они воды-то там сколько? Пятки закрывают. Он говорит, нет. Мне что полная? Да вода холодная. Нагрейте. Я заплачу за это. А потом ей говорит, не зря мы столько лет встречаемся с вами. То есть, в данный момент, я говорю, ну, конечно, они были очень недовольны. Но ребенка покрестили в полное погружение. Нагрели воду. Вот у нас видели, когда крестили ездору. Батюшка попробуй, другой попробуй, как это будет-то. Я-то с одним разговаривал, он из баптистов пришел. Принял крещение, услышал Слово Божие. Ну, а дети-то рождаются уже здесь, православные. И когда они увидели, как люди, которые в первый раз приходят, и как обращаются, они говорят, отец, какого счастья ты нас лишил, чтобы вот так-то крестить-то было. Как у нас там цветы дарят, обнимаются, целуются. Люди откуда только не приезжают у нас. И из Ливана, и из Италии, и Германии, и Франции. Почему? Благая вещь идет всюду и везде. Дальше. Евреям 10, 28, 29. Если отвергшись законам Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказываться смертью, то сколь чайшему, думаете, наказанием повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и духа благодати оскорбляет. Закон Моисеев. Да мало ли еще напишет. Вот это отречение. Мне не надо закон Моисеев. Человек говорит, без милосердия наказывается смертью. Он домой уже не уйдет. Его выбодят и сразу камнями забрасывают. Я видел, как наказывают у мусульман за измену. Вот уже знаете, законность, она нарушает. Закопали вот так вот по шее, одна голова только над этим. Ну и дальше каждый бьет сколько, он уже глазами не глядит. Строжайше запрещено. Я как-то недавно сказал, я говорю, вы почему разрешаете? Девочка уже взрослая, одна, ночью откуда-то идет. На каком основании-то? Ну а что? Я говорю, смотри. Зубной кабинет. У нее отец и брат. И они приходят вместе с ней. Заходят в кабинет. И вы, врач, врач, показывает руку. Ниже подворотка не отпускаете. И двое сидят, и у обоих руки на кинжалах стоят. Я посмотрел, ужас пришел. Это что ж? А вот так. Потому что если она окажется потерявшей девственность, то в Библии написано, приведите ее к дому отца и на глазах его убейте ее. А если дочь священника, к дому приведите и сожгите живьем. Это заповедь Божия. Моисей не придумывал. Сегодня, если такой закон дать, то хоронить некому будет. А почему? Да это ничего нету. Все это говорится. Есть. Цена какая? Не должна к нам попадать даже сюда. И вот хотелось поговорить о Симонее. Еще одно место. Это откройка. Даже не одно. Даниила. 11.30. Есть одно место, где слово один раз во всей Библии появляется. Только один раз. А им пользуются. Даниила. 11.30. Это политика. Ибо в одно время с ним придут корабли китимские. И он упадет духом. И возвратится и озлобится на Святый Завет. И исполнит свое намерение. И опять войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета. Соглашение. Соглашение заключили. Риббентроп, Молотов. Это соглашение. Не согласие. Соглашение. Это мы зарядили вместе. Поехать куда-то. Машина подъехала. Соглашение. И сегодня устраивают соглашение по молитвам. Я ничего не мог доказать, когда узнал. И люди-то хорошие. А там считальщики находятся где. Там с деньгами вообще как будто мусор какой-то. Людей много. Несколько миллионов. И все по соглашению. А спасайтесь этого слова. Соглашение это уже договор. Договор на какое-то дело. То есть непременно ты заплатил деньги. Мы связь имеем с Богом. И что получили? Нет, не получили. А теперь деньги. А деньги не возвращаются. И на моих глазах буквально разыгрывается вот эта трагедия. Это все опубликовано сегодня. Не платите никогда ни за что, где касается связи с Богом. Ближним своим скажите. Бог желает какого нам дня. Откуда мы это слышим. И молитва не бывает тщетная. Я переписываюсь с людьми, которые близкие нам. И один человек говорит. Не молитесь больше за меня. Такого я не слыхал никогда первый раз. Ну, слыхал от баптиста одного. А почему? Я знаю, когда вы молитесь. У меня внутренность вся буквально выворачивается. То есть там кто-то, его молитва начинает. Вот и все. А сейчас уже только помолитесь за меня. Чтобы живот не болел, потому что накручивается. Я знаю, что вы молитесь сейчас и все выворачивает там. Надо быть очень внимательным. А как этот человек оказался в вашей дружбе и то другое? Это другие вопросы. Не можем служить Богу и Мабоне. А по согласию? По согласию мы можем просчитать. Ну, это у вас книги нет Маковейская. 4.10. И слово по согласию встречается два раза. А по соглашению один раз на всю Библию. По согласию можно. Мы договорились. Какое время молиться? У нас много и определенное. По часам. Это можно. Никаких денег нигде ни за что. А по соглашению у них прямо ценники. И когда кто платит, а там у них срабатывает где-то. Мы приняли. Там не проверить еще нельзя. Я только считал тот, который передал деньги. А там что-то запутались. И никто не слышал. И при том пробудить почти невозможно. Причина одна. Очень заманчиво. Человек, которому сказали, он только поминает имена, а деньги уже здесь. Имя помянуть. Где же молитва? А мы молимся радуясь, что нам Бог доверил возможность высказать мысли свои и просьбу изложить перед нашим Господом. Да не будет у нас соглашения на деньги нигде, никогда, ни с кем. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. 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 Аминь.